Добрый день, меня зовут Сергей Богль. Я представляю группу активистов, которые уже долго борются с планируемой котельной по сжиганию мусора на границе Плямников, недалеко от Кенгаракса, Дашцемса и Пурцемса. Здесь в районе живет около 180 тысяч человек. Это очень густонаселенная территория, самая густонаселенная территория Латвии. Сегодня я хотел бы поговорить о выбросах и планируемых системах фильтрации на объекте. Надо понимать, что ни одна, даже самая современная система фильтрации не может обеспечить устранение 100% выбросов. К тому же есть еще официально разрешенные предельные значения максимальных выбросов, то есть уже в документации даже оператору такой установки официально разрешают загрязнять воздух, но в пределах установленных значений. То есть, в любом случае, после введения такого объекта в эксплуатацию, состояние окружающей среды и качество воздуха неизменно всегда ухудшается. И насколько спросите вы? Проведя определенные достаточно простые калькуляции, в документе описания технологического процесса указан объем выделяемых газов в секунду. Это можно пересчитать в другие единицы времени. Установлены максимально разрешенные значения выбросов различных химикатов на определенное значение. И это дает возможность прочитать, что мы говорим о более чем 150 килограммах тяжелых металлов в год. Это более 7 тонн твердых частиц в год. Это более сотни тонн кислотных газов. И это максимальные официально разрешенные значения. Те, которые разрешены по документам. Какие же фильтры предусмотрены, чтобы уменьшить токсичность выброса? Ну, в том же документе, если его изучить подробно, там есть и описание, и графическая схема, из которых видно, что газы сначала проходят через центрифугу, которая только создана для того, чтобы отделить крупные частицы и для того, чтобы оператор мог уменьшить расходы на утилизацию опасного пепла. Только для этого. Этот центрифуг, она не является фильтрующим элементом. Потом изредка по необходимости впрыскивается сухая сода для частичной нейтрализации кислот, что тоже является более дешевым и гораздо менее эффективным методом, чем влажная нейтрализация, которая используется на подобных производствах. И единственный фильтрующий элемент, по сути, фильтрующий элемент, это так называемый рукавный фильтр. То есть ткань, через которую фильтруют газы. И она задерживает частицы. Рукавный фильтр с переменным успехом фильтрует твердые частицы, но он бессилен против газообразных веществ, таких как пара ртути, диоксины и фураны, о которых мы говорили, это очень вредные вещества и кислотные газы. Говоря о лучших на данный момент доступных технологиях фильтрации, как мы знаем, Европейский Союз требует best available techniques, то есть самые лучшие доступные на данный момент технологии, то на современных мусоросжигательных заводах используют по крайней мере четыре, если не больше степеней очистки выбросов газов в атмосферу, уменьшения токсичности и фильтрации. Первое это электростатические фильтры, которые задерживают мелкие частицы, твердые частицы, потом в эти газы впрыскивается активированный уголь, который как раз таки и задерживает диоксины, фураны и пары ртути и осаживает их в пепел. Потом применяется влажная нейтрализация кислотных газов, чтобы они не поступали в атмосферу и потом действуют рукавные фильтры в несколько каскадов, то есть не один рукавный фильтр, их может быть несколько с разной степенью фильтрации. И в самом конце применяется так называемая селективная каталитическая редукция, где дым очищается от оксидов азота, который, помним, тоже превращается в кислоту и является компонентом смога и раздражает слизистую оболочку и приводит к аллергиям и заболеваниям дыхательных путей. Ну, надо понимать, что, конечно же, такие технологии столько этапов фильтрации требуют немалых денег и на установку, и потом на поддержание в рабочем состоянии, на обслуживание. Тоже самое активированный уголь, который расходуется в достаточно больших объемах и потом попадает в пепел. То есть это и закупка самого угля и увеличение объема пепла, которое необходимо утилизировать. И чтобы удешевить проект, то, конечно же, ничего из этих технологий применяться на данном объекте не планируется. Застройщик будет получать, таким образом, большую прибыль с меньшими вложениями за счет нашего с вами здоровья. Когда госслужба среды во второй версии технических нормативов установила непрерывное измерение диоксинов уранов и тяжелых металлов, в этом случае, ну, при таких системах фильтрации застройщику было бы довольно трудно достигнуть этих предельных значений, да, вписаться в нормы, то застройщик потребовал изъять это требование и перейти на измерение два раза в год, что не дает никакого понятия о реальном уровне выбросов. И к тому же во время измерения есть возможность резко уменьшить мощность или перейти на сжигание только щепы, таким образом манипулируя показаниями. Госслужба среды согласилась и планируется, что периодические изменения будет, смирение будет проводить даже не сама госслужба среды, а некая неназванная сертифицированная лаборатория, либо из Латвии, либо из другого, другой страны Евросоюза. И мы знаем, что измерительное оборудование застройщики планируют заказывать у литовцев, ну, вполне возможно, что и лаборатория тоже будет привлечена из Литвы. Что еще? В той же версии нормативов Госслужба среды посчитала, пересчитала расчеты застройщика и указала на ошибки в расчетах, которые сознательно или несознательно значительно уменьшили выбросы по расчетам, значит, расчетные выбросы. И проведя перерасчет, было констатировано, что фактически планируемый уровень выбросов очень близок к предельным значениям, что тоже о чем-то говорит. В последующих видео попробуем разобраться о том, что же именно собираются сжигать, как работает рынок закупки теплоэнергии в Риге, где побеждает только самое дешевое предложение, и почему же застройщик именно выбрал именно это место. Здесь, опять же, дело в экономии и холодном расчете, где минимальное вложение и максимальная прибыль. Поэтому не допустим, чтобы здоровье 180 тысяч жителей ценилось ниже прибыли одного коммерсанта, и до 14 ноября голосуем против на сайте Рижской думы Ярига.ЛВ. Ссылка будет под видео. Следите за каналом.